Добрый день, друзья! С вами программа English 911 и я, Екатерина. В очередной раз мы с вами встречаемся с тем, чтобы разобраться в особенностях английской грамматики и употреблении некоторых сложных английских слов. Давайте рассматривать вопросы, которые вы мне задаёте. Первый вопрос мне задаёт Саша. Саша задаёт вопрос о двух словах – after и afterwards. Каково различие между этими словами? Давайте рассматривать примеры, и нам будет намного легче понять, какое слово нужно употреблять в какой ситуации. Запишем. After и afterwards. Afterwards. Слово after мы переведём как после. После того как. Рассмотрим такой пример. После того, как я заканчиваю работу, я одеваюсь и иду домой. After I finish my work, I go home. То есть одно действие происходит сразу же за другим. В случае со словом afterwards ситуация будет немножко другой. Я заканчиваю работу, одеваюсь, выхожу и встречаю свою подругу Олю, с которой мы идём в кино. Затем встречаю другую подругу, с которой мы идём в кафе. Потом я иду гуляю в парке, ещё что-то делаю. И только после всего этого я иду домой. Вот в данной ситуации я скажу I go home afterwards. После всего того, что я сделала, я пошла домой. Обращаю ваше внимание, что слово after мы всегда используем в сложных предложениях, в которых есть две части. После того, как происходит одно действие, происходит другое. Как я сказала, after I finish my work, I go home. В случае с afterwards предложение может быть простым, независимым. Я иду домой после всего этого. I go home afterwards. Вот таково различие между этими двумя словами. А мы продолжаем. И следующий вопрос мне задаёт Антон. Антон задаёт очень интересный вопрос по поводу слова «женатый» либо же «замужем». Какой предлог нам нужно использовать? With или to? Сейчас запишем. Так, запишем слово. Married. Это слово мы можем перевести как «женатый» либо же «замужем». И может быть два предлога. Давайте запишем оба. With либо же to. Обращаю ваше внимание, что русскоязычные студенты очень часто допускают ошибку и используют with. Married with. Ну, если мы хотим сказать, что Антон женат на Даше, мы скажем «Антон is married to» Даша. Либо же «Даша замужем за Антоном», мы также скажем «Даша is married to» Антон. Как же быть со словом with? Слово with также встречается в сочетании со словом married, но в такой ситуации. Описывая Антона, своего друга, я могу сказать «Он женат, и у него двое детей». Это предложение на английский язык я переведу как «he is married with two children». Ну что ж, я надеюсь, мы запомним. Каждый раз, когда мы говорим о супруге, мы используем предлог to – married to. А мы продолжаем и переходим к следующему вопросу, который мне задаёт Наталья. Наталья задаёт вопрос о мусорных баках. По всей видимости, Наталья очень любит чистоту. В английском языке есть слова garbage can, dust bin и waste basket. Каково различие между этими словами? И зачем нужно так много разных слов, которые на русский язык мы всего лишь переведём как мусорное ведро или мусорный бак? Давайте записывать слова. Итак, первое слово – garbage can. Запишем сразу все слова. Dust bin и waste basket. Итак, garbage can мы переведём как мусорный бак. Dust bin мы также переведём как мусорный бак. Оба слова мы используем, когда мы говорим о неком контейнере, в который мы кладём мусор. И этот контейнер чаще всего находится на улице. Каково различие же между этими словами? Garbage can мы чаще всего используются в американском варианте английского языка. Давайте запишем American English. Слово dust bin чаще всего используется в британском варианте английского. Хочу рассказать вам такой интересный факт, что на юго-востоке Британии принято подписывать свои мусорные баки. Проезжая через маленький городок, возле домов вы можете увидеть мусорные баки, которые подписаны. И там будет написано dust bin Smith, либо же dust bin Holmes. Вот такой вот интересный факт. Как же быть со словом wastebasket? Wastebasket мы переведём как мусорная корзина. Обычно это слово мы используем, когда говорим о неком контейнере, который находится в офисе. И туда мы выбрасываем ненужную бумагу, либо что-то другое. Это слово мы употребляем чаще в американском варианте английского языка. Если же вы находитесь в Британии, то, вероятнее всего, вы скажете waste paper basket. Вот таково различие между этими словами. Желаю вам соблюдать чистоту и выбрасывать мусор только в мусорные баки. Пускай ваша жизнь и, главное, ваш английский будет чистым, без ошибок. А в этом вам поможет программа English 911 и я, Екатерина. Спасибо вам. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин